На выявление и устранение источника неприятного запаха были брошены сантехники, которые занимаются первоочередным отоплением на Клементьевке. Оказалось, что в подвале лужа. Небольшая лужица, которая находилась на бетонной стяжке, она не испарялась, потому что вентиляция в подвале зимой забита. Воду вычерпали, часть грунта сняли, подсушили, продезинфицировали. Работы начали на прошлой неделе, в пятницу. Повторили дезинфекцию в понедельник. 5 февраля работники госсанопиднадзора провели повторный анализ воздуха. Я присутствовала при этом и сама могу подтвердить, что все показатели в норме, все на нуле. Школу вымыли с хлоркой, проветрили. Эпидемиологи рекомендовали классы проветривать даже ночью. Музыкальная школа занимает полуподвальное помещение с 1953 года. Над ней жилой дом и все проблемы дома и подвала отражаются на этих коридорах и классах. Необходимо было провести вот эти мероприятия по очистке воздуха. Но сейчас совершенно другая обстановка. Директор школы уверила нас, что пропущенные занятия ученикам компенсируют. А сантехникой обязались дважды в неделю обходить подвал. Татьяна Борисова, Алексей Черевко, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова